В этом видео бесплатный календарь бронирования на русском языке для WordPress. Специальный плагин. Итак, устраиваемся поудобнее. Обзор будет, скорее всего, немаленький. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Итак, календарь бронирования. На сайте в любом месте или запись, или страница выводим календарь. Гибкие настройки отображения 1 месяц, 2 месяца и так далее. Человек выбирает дату, может выбрать несколько дат, просто выделяя мышкой. Внизу заполняет необходимые данные, нажимает «Отправить». Информацию уходит администратору сайта на e-mail. В админке сайта администратор может одобрить, удалить эту запись и вообще видеть, кто когда записался. Плагин условно бесплатный. Сразу в начале урока стоит сказать о важных моментах. В принципе, здесь все есть, кроме самого важного. На мой взгляд, нельзя. То есть, дату мы выбираем, время. То есть, например, с 4 до 6 вечера 30 числа я хочу записаться. Время здесь нет. Для этого придется покупать Pro-версию. Есть сайт разработчика. Здесь об этом черно-по-белому сказано. То есть, есть несколько вариантов платного вида этого плагина. Календарь бронированная. Бронирование бизнес с mail. Вот это вам нам нужен. Здесь как раз пишут. Видите, вы можете получать бронирование на определенное время даты. Устанавливать стоимость. То есть, в бесплатной версии нельзя стоимость поставить. То есть, сразу можно даже онлайн-оплату настроить в календаре бронирования. Бронирование и интегрировать онлайн-форму оплаты поддерживших платежных систем. Вот имейте это в виду. Для бесплатного плагина, конечно же, можно ознакомиться. Возможно, он вам подойдет. Если вам просто нужно либо дату выбирать, либо диапазон дат записывается к вам и оплачивает уже непосредственно, согласовав с вами, да, пришел к вам физически, например, на какую-то услугу, тот день, который он забронировал, и на месте оплатил за эту услугу или какое-то событие. В таком случае бесплатная версия плагина вам подойдет. Ищем его вот так вот, booking-календарь, в поле поиска репозиторий плагинов в админке сайта. Вот он по-русски называется, видите, календарь баронирования. Вот так он выглядит, иконка его. 60 тысяч плюс активных установок. У меня уже установлен. Давайте посмотрим. Бронирование появляется здесь, пункт меню. Вот это вот, всякие вот эти вот подсказочки. Можете ознакомиться здесь. Можно отключить вывод вот этих сообщений. То есть, смотрите, на первой вкладке вы будете видеть тут дату, где, кто, когда зарегистрировался к вам. Мы сейчас коснемся. Здесь пока никого нет, поэтому здесь трудно объяснить. Давайте сразу создадим календарь, и уже потом по настройкам пройдемся. То есть, баронирование. Добавить резерв. Здесь мы видим календарь, который я настроил. Ширину ячеек задал и так далее. Настраивается это здесь. Немножко непонятно. В таком виде, вот он в большом, то есть он широкий, большими ячейками, он не выводится на сайт таким образом. Вот здесь я это все сделал. Ширина календаря сделал 100 пикселей, 50 ячейка, и сохранил изменения. Выводится он через Гутенберг, там появляется плитка на странице, где угодно. Можно шорткодом вывести. И установки вот здесь как раз идут, пробежимся сейчас по настройкам, дабы все на русском языке. Давайте сначала про календарь. То есть, например, хотим в записи вставить, или в страницы. Переходим в запись. Вот я назвал запись, назвал ее календарь. Вот у меня шорткод, я его сейчас удалю. То есть, вот так вы создали запись. Вот календарь. Нажимаем по плюсику, в Гутенберге находим Booking календарь. Вот появляется плитка от нашего плагина. Если ее здесь не видим, нажимаем посмотреть все. И здесь ищем, вот так она выглядит. Нажимаем на нее. Как только мы увидели вот эту синюю плашку, календарь еще не вставился. Нужно на нее нажать. Здесь задать различные настройки. Выводим месяцы. Один. Месяц начала. Здесь можете управлять. Вот это вот, шорткод, видите внизу. Мы можем отсюда его скопировать и вставить шорткодом где-нибудь. Или прямо здесь. Дальше, хронология тоже можно сделать в настройке. Сейчас мы с вами посмотрим. Смотрите, допустим, вот по умолчанию, как есть, нажимаем вставить. Нажимаем на зеленую еще. Вот сейчас только он вставился. Вот, видимо, в таком виде нажимаем обновить. Иду на сайт, в данную запись. Вот он здесь. Давайте сразу попробуем произвести тестовую запись. Например, я хочу записать 31-й. Вот у нас сейчас текущий месяц, октябрь 2020-го. 31-й я записываюсь. Я выделяю и заполняю поля. Поля, кстати, на русском можно все сделать. Имя пишу. Имя, email, телефон. Детали, описание. Видите, на русском это уже я добавлял. Отправить. На русском появляется сообщение. И ждем несколько секунд. Оно сейчас исчезнет. И эта страница обновится. Ждем еще. Вот она обновилась. Выбранная дата, то есть занятый день, по сути, 31-й. Он подсвечивается. Видите, я мышкой больше не могу на него кликнуть. Все, этот день занят. Как это происходит дальше в админке? Во-первых, сейчас я на локальном хосте нахожусь. Никуда уведомления не уйдут. Если вы уже на сайте, на реальном хостинге, то можно настроить письма уведомлений, как администратору, так и человеку, который забронировал день. До этого тоже дойдем. То есть вы, как администратор, будете уведомлены о том, что у вас кто-то на сайте зарегистрировал дату. Кстати, здесь, если хотите внести изменения, кликаем вот сюда на ссылку. Кликаем сюда еще раз на ссылку. Например, смотрите, видимо месяц, пускай два месяца будет видно. Видите, шорткод меняется вот здесь. То есть вот так вы его копируете, если где-то хотите вставить. То есть аналогичное действие, что мы сейчас просто вставим как виджет через Гутенберг, что мы просто скопируем и где-то вставим еще тот же самый календарь на странице. Можем просто скопировать шорткод. Хронология. Просто хочу вам показать изменения. Количество дней при прокрутке. Пускай будет 30. Дата начала. Показать. Сразу шорткод, видим, меняется. Показать часы. Вставить. Нажимаю на зеленую. Обновить. На зеленую плашку я имею в виду. Вот видите, вот в таком виде можно выбрать отображение. Но здесь получается, это идет просто время. И дни я вывел. То есть здесь я не могу нажать бронировать. То есть я не знаю, для каких случаев нужно вводить вот такого вида. Если надо, заново просто можете вставить. То есть если вам вот по умолчанию, вам, вас устраивает вот такой вот календарь, да? Вот в два месяца, кстати, я вывел. Это у нас получается вот. Один выбираю опять. Обновить. И вот октябрь опять выводится. Теперь. Я же только что сейчас занял 31 число. Как это происходит дальше? Помимо уведомлений на почту. Переходим бронирование. Вот здесь появляется, видите, подсвечивается. Кликаю сюда мышкой и вижу. Ожидает подтверждение. То есть мы должны еще подтвердить, что человек... Мы подтверждаем его заказ. Что да, мы принимаем его в этот день. После этого, наверное, уйдет ему уведомление, что он принят. Здесь видим всю информацию о данном человеке. Дату, когда он зарегистрировался. Можно удалить или подтвердить на галочку. Или кликнуть вот сюда, чтобы видеть просто список всех людей и видеть статус этого заказа. Ожидает подтверждение. Или уже подтвержден. Прямо отсюда можем нажать подтвердить. Все. Вот здесь будет написан статус теперь подтвержден. Кликаю на эту игоночку, чтобы просмотреть в таком виде. Здесь еще есть такое, как поиск по ID бронированию. Допустим, у вас очень много уже людей забронировалось. И вам нужно как-то по ID найти определенного человека. А вы ID помните, например. Вот ID, видите, где будет у каждого. У каждой даты ID 4. Просто прям вписываю вот сюда ID 4. Вперед. И нахожу именно этого человека, который записался 31.10.2020. Также здесь есть интеграция с Google. Календарь. Вы видите, я навожу мышкой. Можно отправить, добавить в Google календарь. Но это мы разбирать не будем. Также можно удалить эту запись. Ну и другого вида. Здесь фильтр у нас имеется. Фильтр можно сбросить. По неделям посмотреть. По дням, по месяцам. Действия нажать. Здесь мы просто смотрим, кто когда записался. Дальше. Давайте теперь уже пройдемся по настройкам. Вот есть основные, дальше формы, электронные письма и синхронизация. Я быстро пробегусь, чтобы урок не затягивать. Здесь все, в принципе, практически на русском языке. Вот еще такие есть маленькие ссылки. На самом деле, это просто прокрутка до нужного блока. Здесь первый календарь. Стиль календаря. Я и даже еще не смотрел. То есть выберите стиль календаря. Ну давайте сохраним. Возьмем другой стиль. То есть меняется дизайн календаря. Поиграетесь. Посмотрите, что вам больше нравится. Количество месяцев при прокрутке. Тоже выбираете. Первый день недели. Понедельник ставим. Тип выбора дней в календаре. Один день, несколько дней. Дальше. Доступность. Недоступные дни недели. Вы можете закрыть, отмечая чекбоксами, те дни, которые будут недоступны для выбора, для записи. Дальше можно подключить или капчу, гугл капчу. Действия после завершения. Вот это видите, показать сообщение, которое мы с вами видели, зеленое. Или можно выбрать перенаправить пользователя к новой странице. Дальше. Панель администратора бронирования. Ну здесь я не буду детально останавливаться. Здесь для вас информация. Как ее отобразить. Обзор календаря. Дальше. Расширенный. Разрешить неограниченное бронирование на одно и то же время. Есть все по-русски. Описание читайте. Если надо, галочками отмечайте. И здесь есть маленький полезный вообще момент, который мне очень понравился. И не все разработчики такое дают в бесплатных своих продуктах. Смотрите, у нас все время будет вот такая ссылка под календарем. Повар би копирайты. Кто разработчик? Конечно, мы не хотим эти ссылки видеть. И разработчик вот здесь вот дает это отключить. Разработано. Галку снимаем. И помощь снимаем. Сохранить изменения. Обновляем страницу. И вуаля. Копирайты исчезают. Как будто у нас про-версия. Полезная фишка. Рекомендую галочки снять. Дальше смотрим в правую колонку. Здесь быстро пробегаюсь. Просто информация. Статистика. Расписание. Текущая версия самого плагина. Ссылки полезные. Там факт, поддержка, видеоуроки автора. Меню плагина. Позиция меню плагина. Вверху. Посередине внизу. Установки. Бронирование. То есть это кто может, да, если у вас несколько участников на сайте. Помощники, там, редактор, администратор, еще кто-то. Здесь это можно настроить. Вот здесь, в принципе, так вот прошлись. Теперь форма. И вот здесь просто элементарно делаем. Вот форма. Вот эта форма. Видите, английские у них названия. Обязательно меняем на свои. Во-первых, поля. Например, мне не надо details. Вот это я уже вывел. Снимаем просто галку. Можно, кстати, менять местами. Зажимали кнопкой мыши, поля местами менять. Телефон, если не надо, телефон убираем. Телефон, наверное, нужен. Как поменять? Например, просто пишем. Пишу телефон. Details убрали. Вот, кстати, описание поля, которое я записал. Сохранить изменения. В нашу существующую форму смотрим. Details убрался. Телефон на русском. Все просто. Меняете. Все названия здесь на русский язык. Или отключайте поля, какие не нужны. Если поле даже отключать не надо. Вот details, например, надо удалить. Вот он, details напротив. То можно либо редактировать его вот здесь, либо по крестику вообще это поле удалить. Если надо создать новое поле, добавить новое поле. И вы можете разные поля добавить здесь. Видите, checkbox. Например, checkbox выбираем. Активно. Показать, скрыть поле в форме бронирования. Галка стоит. Требуется. То есть, если это обязательное поле, ставим галку. Здесь название по-русски пишем. Выберите, например. Имя. Вот здесь вот английскими буквами обязательно. Уникальное имя пишем. И нажимаем добавить новое поле. Тогда оно появится в вашем поле и отобразится здесь. Думаю, здесь понятно, как с этим работать. Режим просмотра. Вот место у нас здесь пробел такой пустое есть. И форма ниже. Наверное, не очень хорошо. Форма справа от календаря. Сохранить. Обновить. То есть, вот так вот, если вам больше нравится, можно оставить. И другие варианты можете посмотреть. Движемся с вами далее. Электронные письма. Несколько вариантов. То есть, админ. Письмо администратора. Покажу сейчас вкратце, как с этим работать. И дальше вы уже настроите. Здесь видите вкладки. Посетителю письмо. Какое будет приходить. Ожидающее подтверждение письмо. Подтвержденное письмо. То есть, спасибо, вы подтверждены. Там и так далее. Письма нужно вам будет обязательно оформить. Значит, сначала мы здесь разбираемся. Включить. Включить это email уведомление. То есть, можно какие-то уведомления отключать. Кому? Здесь вы пишете email администратора. Сразу скажу. Я уже много раз говорил. Обычная почта, возможно, не подойдет. Уведомления просто к вам не придут. Обычная почта. Это вот, как сейчас, пример здесь. Почта должна быть привязана к домену. Об этом у меня есть урок на моем сайте. Федор Васильевком. Как эту почту организовать? Тогда будет приходить все 100%. Название, заголовок, письма на русский переименовываем. Тема письма. Новое бронирование. То есть, вам будет приходить вот такое письмо на почту. Например, новое бронирование. То есть, кто-то только что забронировал у вас день. Здесь, на русском. Что-то хотите добавить сюда. В тело письма. Можете добавить спокойно. Видите, это просто редактор. Единственное, что вот это мы не трогаем. В квадратных скобках. Это динамические данные. Здесь будут подставляться разного рода данные. В самом письме. Например, имя пользователя. Оно же меняется. Все, мы это не трогаем. То есть, динамические данные. Здесь справа есть подсказка помощь. Вот здесь вот идет описание, что это значит. И вот сам шорткод. Вставить даты бронирования. То есть, в тело письма. Значит, вы вот это копируете, как есть. И вставляем где-то здесь, в тело письма. Как посмотреть письмо. Как оно будет приходить, в каком виде. Кто первый раз настраивает, не знает, как это выглядит. Вот здесь вот есть отправить тестовый имейл. Вот на этот имейл, который здесь укажете, будет отправлено тестовое письмо. Посмотрите, как это выглядит в реале. Изменения внесли. Нажали сохранить изменения. И формат, в каком будет приходить. HTML. Простой текст. Кто не знает, простой текст. Это будет сухое, некрасивое письмо. Поэтому рекомендую оставить HTML. Дальше. Здесь же можно вставить и картинки. Тоже, по идее, сюда, если надо. И здесь вот будет, видите, спасибо. Автоматически подставляться. Вот он, например, сайт URL. Будет подставляться ваш домен здесь. Это как копирайты. В конце письма идут. В общем, если хотите дополнить какой-то текст сюда для вас, для администратора, можете его полностью поменять. Дальше. E-mail заголовок. E-mail текст в футере. Можно добавить. E-mail шаблон. Все. Кнопка сохранить изменения. И по аналогии вы настраиваете все остальные письма. Это уже, они разные абсолютно. Потому что это письмо уже будет приходить. Видите, ваша бронь на такой-то день в процессе проверки. То есть это уже письма вашим клиентам. Их тоже надо полностью. И тоже отправить тестовое письмо можно себе, чтобы проверить, как это работает. Все, меняем вот здесь на русский язык все названия. Тема письма, заголовок письма на почте, да. Можете поменять, если здесь вам не нравится, как оно выглядит. И настраиваете, соответственно, другие все письма. Дальше еще здесь есть синхронизация, да. Можно настроить часовой пояс ваш и так далее. И здесь импорт есть другие системы. Например, импорт календарь событий Google. То есть ключ надо IP здесь прописать. Я так понимаю, календарь Google, которым вы пользовались раньше, можно сюда экспортировать. Вроде все рассказал. Да, бегло пробежался, чтобы не затягивать урок. Но, думаю, этой информации будет достаточно, чтобы вы могли представление иметь, что за плагин. И стартануть уже с ним, дабы все на русском языке. Думаю, не составит сложности с этим разобраться. Ну и знаете, да, что можно вот так вот несколько, например, вот 4 дня я бронирую. Так тоже можно выбирать. Да, момент с временем мне не понравился. Потому что все-таки хочется выбрать дату, и потом появится, например, всплывающее окно или где-то рядом. Выбрать диапазон времени. Например, с 4 до 7 или 6 вечера. Вот этот диапазон времени я хочу в этот день записаться. То есть это уже подойдет, например, на стрижку записаться в это время. Или там на покраску и так далее. Или все что угодно это может быть. В общем, полезная вещь. Кому прям очень сильно нужный и прям серьезный бизнес, там, я не знаю, про версию можно купить, я думаю, не вопрос. Не думаю, что она шибко дорого стоит. На этом видео я заканчиваю. Субтитры сделал DimaTorzok